Кукольных дел мастер живет в 14 микрорайоне Мойкудука. Куклы тильды, куклы обереги, вязаные, войлочные и портретные. Как научиться самому изготавливать рукотворные игрушки и сколько стоят необычные хобби? В следующем материале. Шармики. Это украшения для кукол. Вообще в процессе, когда кукол шьешь, самое интересное их наряжать. Ровно три года назад внучка попросила бабушку шить зайца, которого девочка увидела на картинке. Рукотворная игрушка получилась настолько удачной, что Марина Попова с тех пор сшила не одну. Сколько это стоит? Ну, много. Много? Много. Ну, примерно. Ну, примерно вот эти глазки, вот я выписывала, 20 долларов. Пуговки, по-моему, 10 долларов. Наборчик. Ну, это занятие, конечно, затратное. Часть семейного бюджета ежемесячно стала уходить на любимое хобби. Но Марина Попова не собирается с ним расставаться. О технике изготовления кукол она может говорить часами. А ее работы разъезжаются в качестве подарков и сувениров страны ближнего и дальнего зарубежья. Давайте я вам теперь покажу своих кукол. Марина Алексеевна называет себя сапожником без сапог, потому что кукол своих раздает. Говорит, что не держит готовую поделку долго дома, потому что кукла может привыкнуть. Я вообще самоучка. Вот я по фотографии пыталась, пыталась, но вот что у меня получилось. Это первая кукла, самая любимая. А вот это куклы тильды. Они очень миниатюрные. Есть, бывает, большие, а бывают такие маленькие. У них все как у людей. Ножки, ножки гнутся, ручки. Марина Алексеевна убедилась, что даже дорогие куклы из магазина не способны надолго завлечь ребенка. Изготовленная под штамповку игрушка для массового потребителя всегда проигрывает той, которую сотворили с любовью. К каждой куколке внутрь, либо сверху рисуется, либо внутрь вставляется маленькое сердечко, для того, чтобы кукла нажила. Самым главным занятием своей жизни Марина Попова считает работу воспитателя в интернате для детей с задержкой развития. Всем, чем сама владеет, обучает ребят, а достижения воспитанников с гордостью показывает нам. Вот это девочки куклу делали сами. Вот это мы ввязали карту. Сейчас я, так вот это на конкурс, мы вот с этой машиной заняли третье место по Казахстану. Как рассказала Марина Алексеевна, творчество дает ребятам возможность развиваться, фантазировать. С игрушками, сшитыми собственными руками, они не расстаются. Новые навыки и умения помогают выпускникам легче приспосабливаться к жизни. А вот это подарок воспитанника нашего детского дома. Вот его усыновили, сейчас они уехали жить в Болгарию. А этот мне прислал свой детчик такой. Ребята любят и помнят своего воспитателя. Со многих, по словам Марины Алексеевны, снимают диагноз. И она надеется, что в этом есть ее заслуга. У каждого кукольника есть своя мечта. То есть придумать авторскую куклу, такую, которой нигде нет. Сколько сейчас существует техник и стилей создания рукотворенных игрушек, никто не считал. Но известно одно, что люди, которые создают куклы и игрушки, по определению не могут быть жестокими и злыми. Ведь тогда бы их создания были негативными и неинтересными.